Очнувшись от своих горестных мыслей, старик снова взялся за листок с надписью ДЕБЕТ. Но в это время в комнату вошла девушка с мокрыми стриженными волосами и черным-причерным купальным костюмом на плече. Она молча пошла на балкон, развесила на облупленных перилах в сырой костюм и глянула вниз. Девушка увидела бедный двор, который видела уже много лет. Нищенский двор, где валялись разбитые ящики, бродили, перепачканные углем коты, и жестянщик с грохотом чинил ведро. В нижнем этаже домашние хозяйки разговаривали о своей тяжелой жизни. И девушка. Эти разговоры слышала не в первый раз, и котов она знала по имени и жестянщик. Как ей показалось, чинил это самое ведро уже много лет подряд. Зося Синицкая вернулась в комнату. — Идеология заела! — услышала она бормотание деда. — А какая в ребусном деле может быть идеология? — Ребусное дело! — Зося заглянула в старческие каракули и сейчас же крикнула. — Что тут написал? Что это такое? — Четвертый слог поможет Бог узнать, что это есть предлог. — Почему Бог? — Ведь ты сам говорил, что в редакции теперь не принимают шарат с церковными выражениями. Синицкий ахнул, крича. — Где Бог? Где? Там нет Бога. Он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок. — Есть Бог! — промолвил он печально. — Оказался? Опять мах удал. Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая. — А ты вместо Бога поставь рог! — сказала Зося. Но испуганный Синицкий отказался от рога. — Это тоже мистика, я знаю. Ах, мах удал! Что же это будет, Зосенька? Зося равнодушно посмотрела на деда и посоветовала сочинить новую шараду. — Все равно, — сказала она, — слово с окончанием «ция» у тебя не выходит. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»? — Как же, — ответил старик, — я еще третьим слогом поставил «кац» и написал так. А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея. Не взяли эту шараду, сказали, слабо не подходит. Мах удал. И старик, усевший за свой стол, начал разрабатывать большой, идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюкве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась. Зося принималась накрывать к обеду. Она переходила от буфета с зеркальными иллюминаторами к столу и выгружала посуду. Появились фаянсовая суповая чашка с отбитыми ручками, тарелки с цветочками и без цветочков, пожелтевшие вилки и даже компотница, хотя к обеду никакого компота не предполагалось. Вообще дела синицких были плохи. Ребусы и шарады приносили в дом больше волнений, чем денег. С домашними обедами, которые старый ребусник давал знакомым гражданам, и которые являлись главной статьей семейного дохода, тоже было плохо. Подвысоцкий и Бомзе уехали в отпуск. Стульянин женился на гречанке и стал обедать дома, а Поберухина вычистила из учреждения по второй категории, вычистили, и он от волнения потерял аппетит и отказался от обедов. Теперь он ходил по городу, останавливал знакомых и произносил одну и ту же полную скрытого сарказма фразу. «Слышали новость? Меня вычистили из второй категории!» И некоторые знакомые сочувственно отвечали. «Вот наделали делов эти Маркс и Энгельс!» А некоторые ничего не отвечали. Косили на Поберухина огненным глазом и проносились мимо, тряся портфелями. В конце концов, из всех нахлебников остался один, да и тот не платил уже неделю, ссылаясь на задержку жалования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!